Большой футбол Большой футбол Если говорить о голах, то их реализация удара створа команд составляет 39% против 30. Городники при этом забивали в среднем 2,4 гола за матч, а белосиние 1,6, но при этом они пропускали немного меньше. 1,2 против ровно одного мяча за игру. Про составы команд действительно сложно говорить после длительного карантина, но нужно учитывать, хоть и шахтер уже практически чемпион, но вполне вероятно они выпустят основной состав. Отметим, что в строй возвращаются Исмаили и Степаненко. А если говорить о киевлянах, то у них пропускает игру достаточно много игроков. Выделяются из этих игроков основы Сидорчук, а главная самая большая звезда команды Цыганков. Как говорилось ранее, любой матч после длительного карантинного перерыва сложно прогнозировать, потому что никто наверняка не знает о нынешнем состоянии команд. Но давайте постараемся выделить несколько факторов. Шахтер действительно неплохо показал себя в товарищеских матчах перед этим туром. Они находились в отличной форме еще и до карантина, а сейчас в основу вернулись их лидеры. Что нельзя сказать о Динамо, у которых большие кадровые потери, особенно лидер команды Цыганков. И вся игра киевлян и до карантина, и после не вселяет оптимизма. Поэтому с вероятностью в 70% победа будет за Шахтером, 20% за Динамо и только в 10% такой матч может закончиться в ничью. А самый вероятный счет встречи 3-1 в пользу Горняков. Но никогда не забывайте, что в дерби может случиться все.